и всем всем привет народ большое спасибо что подключились вы на канале starlight и мы продолжаем играть в лоботами corporation наконец-то этот день настал мы спускаемся на средний ярус и брия в центральный отдел тиферет я все еще не решил буду ли я по 2 видео засовывать в день ну типа да наоборот два дня видео либо будет один день видео просто потому что здесь много аномалий тем более что новых я не знаю я еще не решил в процессе я думаю эта мысль оформится у меня в голове а пока давайте без лишних предисловий посмотрим что ж такого нового нам может тиферет предложить потому что все квесты мы у нее выполнили все бонусы получили ядро подавили историю всю тоже посмотрели так что нам здесь тоже делать нечего но со спидраном можно потихоньку и заканчивать потому что мы верхний ярус не за 20 суток прошли ну видосов да всего лишь за 8 но все равно казалось что долго в общем первый выбор 21 дня радует меня потому что новая аномалия тут есть хоть это и рудольф и дитя галактики класса хе которые уже были на дитя галактики был на 26 день первым в отделе хисыда а рудольф был на 36 день первым в отделе хокмы вот новая оригинальная аномалия какая-то здесь давайте посмотрим что ли видишь пение перед своими глазами она так великолепно и она приближается к тебе мы это уже видели и я до сих пор не пойму что это такое потому что что-то как-то в голову не идет ничего такого потому что это еще какая-то музыка у нас только музыкальных аномалий в этом прохождении какой-нибудь еще безмолвный оркестр бы под это все подобрать и вообще будет шик ну и второй выбор замечательно снова новая аномалия снова это пугало хешная ищущая мудрость одна оригинальная и 1 до усишной аномалия до усишной аномалии как правило имеет богатую интересную историю и механики так что давайте смотреть это не цветок прикажи всем сотрудникам немедленно эвакуироваться мясная лампа класса тет или или я ошибаюсь цвет человеческого сердца розовый нося одежду такого же цвета мы можем вторгаться в человеческий разум эта армия в розовом и слышь черном за и на лев я не знаю я же говорил что он олефу было только на среднем ярусе но блин я не знаю я не знаю хочу ли я вот это взять а давайте будет вам небольшой подарочек ну вот на день в котором типа что-то интересное должно случиться и вот он пожалуйста за и на олеф посмотрим что это тем более что до усишной за и на олеф это интересно и вот снова начинается эти интересные диалоги от анджелы вы верите что иногда забытые вещи могут быть еще прекраснее новая хорошо забытая старая это то что вы однажды сказали мне и мы все забыли и заново теперь все вспоминаем правда это не прекрасно ужасно теперь я понимаю вы показали мне это прямо сейчас как смысле ей брия центральная команда тиферет парочка всего еще хотим чисто по сюжету остался осталось только теперь и там сожалению вы будете расширять крыло центральной команды контроля конечно ребят конечно помним что здесь у нас появятся новички наконец-то плюс один сотрудник условно мой но посмотрим как все это дело будет где-то тут у мне был листок с записями ваших сотрудников да я старомоден я не могу его найти а мне это на самом деле в любом случае не поможет потому что описание сотрудников они они все-таки сохранились не у меня в любом случае сейчас все я устроен до сумерки на 21 сутки только доступны и брия здесь я на этот день хочу еще одного сотрудника накинуть в компашку молхут потому что мы потихоньку будем по четвертому сотруднику добавлять сюда а здесь сразу четверых создавать я наверное не буду сразу четверых создавать здесь хотя почему бы и нет щиты щиты параметры но это такое это ted аномалия что напоминает детские каракули у нее с самого начала не было стабильной формы и форма все еще меняется хоть очень медленными темпами после анализа было подтверждено что на валя сделаны из внеземных материалов и форма сюрреалистичная ее нельзя описать словами тет это фрагмент вселенной что ли да ты что ну ладно но судя по всему а ты ну это это потом увидим окей прочитаем потому что это очень важно пока давайте я сделаю своего сотрудника для начала может быть я реально сразу забью четырьмя сотрудниками и мы про это забудем пока что нанимаю кого-то своего и повстречаете целестом не знаю мне прям что-то очень зашел такой внешний вид так что он понимаем тебя почему-то блин мне нравятся такие волосы и все такое прочее не знаю в чем это в чем причина чем причинам и суть в том что я хочу дать ей это лев для этого нужна мудрость и выдержка пятерка ладно мне не трудно мне не трудно нет подожди мудрость и выдержка тем более что столько поинтов и сразу пятый уровень на автомате ну боже это прекрасно мне прямо нравится вот бар то дело еще нашли здесь которые сотрудников арты рисуют нас такое нужен навязчивое желание 1 олефный сотрудник раз уж тут у нас первая условно олефная аномалия так что почему бы и нет а теперь давайте возьмусь за ваших сотрудников и в отличие от прошлых разов когда я показывал вам имя а потом только создавал сотрудника я сделаю иначе я его сразу создам и вы уже увидите конечный вариант потому что мне нужно немножко в информации покопаться окей окей ну по моему как то так встречайте эвклида от герсола я же правильно все сделал эвклид эвклид первые волосы 11 2 волосы 2 чисто 255 везде глаза 35 брови нулевка рот 14 рот в бою 7 глаза при смерти 1 все остальное неважно и заказов касательно шмота не было ну нанимаем у вас у всех седые волосы посидели уже все сотрудники от этих ужасов которые здесь происходят тебе нужен какой-нибудь вавник только вот какой блин лунный свет но лунный свет кто-то запрашивал а я не успел еще посмотреть сожалению может хешку выдать себе я вот думаю а чё бы нет сразу извиняюсь за то что может быть не сделал то как ты хотел но по моему это выглядит неплохо но ты вроде сам не запросил конкретных данных никаких так что извиняюсь если вдруг что не так пешком это будет хешка этого яроса окей едем дальше вот вроде как-то так встречаетесь синтро от бурчика арсения 1 прическа 17 3 5 фиолетовые волосы без конкретных указаний 26 глаза 6 брови и 8 рот конкретных указаний по шмоту не было значит вручим какой-нибудь вавник просто потому что вот чудно что-нибудь фиолетовая фиолетовые у нас о да это рука боже это так выглядит интересно но броня к сожалению дефолтная просто раскрашенная в разные цвета но мне интересно как вот это работает типа ну-ка мне интересно выглядит вроде неплохо если что тоже извиняем едем дальше до встречаем мелины за от нанте усы си дам и надеюсь все правильно 28 волосы и я для себя открыл что тут реально можно кликать и ну вот допустим до 150 150 200 можно просто нажимать такие волосы вороненого крылом и здесь все статы вроде бы такие же был запрос на шмотку вот здесь ничего нет но ссоре и у меня нет когда будет напиши еще если будет так что он пока вручу что-нибудь все главное тебе может быть потому что здесь уже есть и алифный чел и хешный чел и один главный нужно еще два главных что ты милинез будешь здесь в еще одном вове только вот в каком можно и так суши мне по душе вот как то так это все пока что сотрудники для верхней половины отдела тиферет в нижней половине будет еще еще есть один запрос по моему больше не было запросов если есть вы даже если писали ужин где-то вот под этой серии еще раз отпишитесь окей все сотрудники которых я вдруг не создал только все по чесноку окей но последний этот сотрудник пойдет сюда в отдел молхут четвертым сотрудником сейчас я его создам ну и вот как то так встречаем норта я выбрал все-таки это там было слишком много вариативности в создании так что вроде бы как-то все так волосы с челкой падающей на правый глаз можно коричневая сделал все остальное вроде бы этого же сделал как запрашивалась да что то вот такое но меня запрашивали его из всех департаментов что у нас сейчас есть хотя бы к нацаху ну ладно к нацаху так к нацаху раз запрашивал человек то то я такой как говорится чтобы бурчать тем более что мне все равно куда они пойдут так и что касается по шмоту по шмоту можно вот так и при этом можно вот так ну раз запрос был на жизнь серви головы то вот пожалуйста сотрудник есть сотрудник если что-то не тонну извиняем и по моему это все сотрудники на сегодня или вообще в принципе больше никто ничего не запрашивал если кто-то запрашивал еще расскажу напишите под это видео потому что я ну блин немного затерял сводка эти все наши аномалии верхнего яруса ну и да как долго все это было но я лишнее вырежем давайте начинать что лин окей что мы видим больше во первых этот огромный огромнейший просто невероятный отдел тиферет ну как половину отдела тиферет и скажу в который раз интересно у нас было уже 400 очков а что я это дело записываю в отрыве от того что увидели вот буквально только что следовательно следовательно у стойкое ощущение что что-то не так что-то не так но давайте перед тем как погрузимся в этот день а я кое-что для начала скажу так вот помните пару серий назад тут буквально у нас появилась замечательная прекрасная великолепная silver lane а еще до этого боже как она подлагивает появилась дана боже ну теперь она выглядит правда немножко иначе прежде чем она дам появилась у нас до код и я тогда на самом деле отчасти в шутку попросил что блин ребят если среди вас есть звезды то пожалуйста может кто-нибудь там артик накинуть или что-нибудь так вот да знаете мне бы хотелось бы с вами поделиться замечательным творчеством валериуса галиевой которая действительно талантливая звезда раздела вот этот вот прекрасный арт давайте и все похлопаем да это конечно не уровень каких-то там супер азиатов которые фотореализме рисуют так что не отличишь но это тоже очень здорово и мне не очень приятно и очень польщен что в нашем небольшом сообществе есть такие прекрасные люди хлоп-хлоп нам а теперь давайте вернемся собственно говоря к дню наконец-то это что вообще ты кто это фрагмент вселенной тетный насколько я понимаю но выглядишь ты конечно как-то непонятно вот этом армия в розовом которая как я понимаю при каких-то условиях может стать олефной армии в черном и это меня на самом деле тревожит потому что я не знаю насколько это а жесткий а лев может быть то есть по сравнению с лазурной звездой с цензурой даже учитывая то что да это наш первый новый олеф условный в этом прохождении во первых а во вторых это неизвестная штука я олефы так и не научился давить вавы угрозы вот уровня вав там сумерки еще окей давим если нужно но вот олефы только работать и вырабатывать шмотки это максимум на что я способен так что защита блин какие-то опять уникальные возможности ну давай на инстинкт сходим сначала хотя черт целеста иди ты а сюда пусть ходит какой-нибудь эвклид страшно там какой-то солдат какой-то омоновец непонятный в этом розовом кристалле заточенный ну ка сможем или не сможем я сомневаюсь аномалия рассказывает сотрудникам о любви расслаблен скучно да ты что тот кто войдет во владение аномалии получить доступ к секретам вселенной да ты что да ты что не верю иногда аномалия пытается улыбаться но это только пугает сотрудников чем она пытается улыбаться у нее нету лица и всего такого целью аномалия является защита добросердечных людей а связь с дровосеком или что добросердечность это имеется ввиду ну выдержка сотрудник чувствует надежду от розового цвета исходящего от аномалии мы где-то слышали про розовый цвет и то что он является сутью человека но я не помню где это было по моему это было в песне до которую в начале лайбрарию фруина мы слышали это уже неважно плохо плохо как-то это уже средняя работа всего четыре смысле вылетать и нормальная работа уровень чащика клип от аномалий понизится со средней вероятностью окей ничего такого нового и да я все-таки решил что один день один видос на средних ярусах просто потому что две аномалии и было бы очень неплохо изучить по-человечески черт у нас еще стоит сходить вот сюда хотя бы один раз потому видим ну просто в других местах нам абсолютно незачем куда-то ходить мы все выработали мы все сделали что хотели я уж забыл на что я сюда ходил если честно видимо так ужас как сложно возвращаться после какого-то перерыва не записывать все это дело сразу сюда мы не ходим потому что но этот это заины это ни для чего не нужно а вот только два вам ходить тоже как-то так себе не знаю кишка можно ходить но кишек у нас как будто ты кишка такая себе вот это вот окейная так что что имеем к говорится как-то плохо все как-то все плохо я будет мясо ну просто посмотрите на все это и при этом мы довольно неплохо справились но она же сейчас как за украин рассчитывается до по уровню наносимого урона и вообще угрозе в целом которая есть ну по идее наверное аномалию можно прикан аномалии можно приказать защищать сотрудника однако учитывайте что с каждым отданным приказом будет понижаться уровень счетчика клип от то есть это вот как он а шмота лазурной звезды то есть там вот вместо оружия какие-то дроны которые летают рядом с тобой защищают себя и смысле приказать защищать то есть мы просто аномалию выводим из камеры содержания чтобы она летала вместе с сотрудником и защищала его это безопасно вообще для такой аномалии как вот это вот она же может сейчас бежать вообще запросто и мы поняли что и как-то не особо нравится либо просто мужество очень низкая в принципе выдержка пятерка у нас есть так что можно сходить если эта штука не сбежит прямо сейчас правда минус 6 это такое взгляд аномалии и пение безумных сотрудников похоже на некий ритуал который они исполняют чтобы вызвать что-то или кого-то а как мило давай сходим куда-нибудь еще раз такое дело какая разница просто чтобы за триггерить клип от просто ради этого блин опять вот это вот огромное помещение по которому сотрудники будут бегать туда и сюда щупальца аномалии размывает грань между реальностью и неизвестным какая-то дикая штука но при этом это всего лишь тэд на удивление в результате плохой работы ручка клип от аномалии понизится с высокой вероятностью пока что классические штуки ну и наконец когда сотрудник запаникует в камеры содержания уровень чечек клип от аномалии понизится и все то есть все это рассчитано на побег этой штуки ну причем нету никаких особых но условий до интересных скорость работы повысилась и давайте за но прочитаем аномалии что напоминает детские каракули у нее самого начала не было стабильной формы и форма все еще меняется хоть и очень медленными темпами после анализа было подтвердено что аномалия сделана из внеземных материалов и формы сюрреалистическая и нельзя описать словами иногда она говорит загадочной манере один сотрудник пытался расшифровать то что она сказала смотреть документ 1 песня давида но вот спустя несколько дней он повредился рассудком он страдал от полного расстройства личности и был доставлен на карантин ну кто он это реально ахтон щупальцы являющиеся частью аномалии ну довольно сильно отличается от известных нам типов щупалец но для удобства мы решили назвать это щупальцем тентакля короче что пронизывает барьер реальности сотрудники которые были проткнуты щупальцем страдает от постоянного психического урона ну то есть но чтобы она проткнула она видимо должна сбежать и делать страшные вещи окей давайте триггер нём клип от можно сюда в принципе сходить ради какой цели не совсем уверен и да мне человек писал что он забронировал оказывается шмотку лунного света то есть тут как раз одно оружие но одна броня и может быть я потом выбью вот эту вот вещь просто ну чтобы для целостности комплекта было это норд который у нас появился недавно так что окей 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 на следующий день если мы за сегодня выработаем где он вообще есть синтра а подожди его наверх засунул вроде бы черт черт я не помню подожди или мне показалось или он здесь вот норд вот ему нужно будет дать шмотку шмотку леди луны я буду теперь называть так просто потому что она и не девушка и не старушка как описывалось а леди луна звучит очень даже неплохо вот но придется дождаться следующих суток для этого дела ну слушай вот так вот гораздо лучше давай на понимание попробуем сходить я думаю эта штука сбежит но слушай пятерка у нас как бы мудрости то так что может быть получится так окей значит здесь неплохо работать на мудрость ну то есть на понимание этой штуки хотя как-то все это дело сомнительно можно сходить еще раз вот сюда просто потому что так она у нас похилилась еще один раз можно даже если нас бежит я подумал что задание гибуры как раз таки можно будет выполнять через побеги луны потому что это не слишком жесткая штука подавление ну получше как это получается но я думаю что это просто из-за стата который у нас есть пятерка может быть даже отчасти это x уже но слушай так гораздо лучше надо защиту конечно попробовать сына я не уверен чего это нам будет стоить на смотри и как неплохо либо нам просто опять-таки везет ну-ка аномалии повышает защиту под защитного сотрудника и в то же время восстанавливает здоровье остальным сотрудникам в том же коридоре или фойе однако если уровень подзащитного сотрудника ниже третьего сотрудник сойдет с ума будучи под защитой а то есть четверки и пятерки только могут находиться под щитом этой аномалии и повышать хил другим сотрудникам суши это ведь неплохая штука есть это все на что она способна ну в плане проблем которые она может нам доставить из несоблюдения статов то это угодная штука получается для ну каких-то вещей уровень счетчика клипа понизится когда результат работы плохой то есть без всяких шансов окей окей уровень счетчика клипа понизится когда будет завершена работа на подавление а спасибо что я это прочитал раньше прежде чем на подавление отправил людей то есть на подавление вообще не стоит это не добросердечное делом ну суши на мудрость посылать звучит вроде как неплохо и про среднюю работу и понижение клипа то со средней работы ничего здесь не написано пока что уровень счетчика клип от понизится за каждых пятерых умерших в комплексе сотрудников привет сон или мечта черного лебезя где абсолютно такая же штука была но там было комплексное понижение для каждого из братьев клипа то здесь звучит как-то так себе если честно и у нее здесь еще есть какие-то интересные тексты вообще-то интересно здесь что низкий на инстинкт не стоит на понимание тоже низкий смысле высокий обычный вот на привязанной стоит сюда ходить но даже нету никаких особых условий для этой штуки видимо нет так что можем сюда ходить вообще абсолютно без проблем в вода на паузе ручка лучше раскидывать сотрудников просто потому что а так нам лучше удастся и без пролагов это сделать давайте затриггерим рассвет что ли пусть будет разница очень неплохо работаем по идее так ведь я забыл да что они придут а свободных то людей у нас как бы и нет ну нет они есть но блин но как бы и нет убивали и вы тоже дожди тут нету что ли никого тут тоже никого нету смысла пока я не против так чижон выйдет начнется заварушка ну нет он на самом деле не такой уж и жесткий но все равно так клипа тупал и если что он сбежит уж там один точнее 1 red mouse так подожди вот еще так вот это вот опасно уже внизу что он так привычка либо то мало жизнь означает желание хорошо продолжаем тогда сюда ходить на вот эти вот работы это в принципе неплохо у нас получается пик на подавление обычный ну типа лучше всего на подавлением хотя на самом деле нет но фрагмент чего-то брошь шанс успешной работы плюс 2 и скорость работы плюс 2 10 процентов и шанс успеха плюс 5 суши неплохая штука если кому-то брошка это нужно будет когда аномалия сбегает из камеры содержания то издает звуки по всему коридору так как у них есть определенная мелодия и слоги 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 а мы решили назвать это явление песней но никто из сотрудников не может точно вспомнить слова песни да и очень часто они не способны на это из-за серьезных повреждений рассудком сотрудники которые были на расстоянии 100 метров от аномалии сообщили что данный звук нельзя услышать нигде в этом мире так что мы назвали его эхо из ниоткуда упоминается в документе 2 песня можно мне эти документы пожалуйста почитать ну хотя скорее всего раз про них упомянули ту ну нам скажут на еще оказывается что у каждого вот этого расширения текстов есть свое название которое можно прочитать файлах игры или на вики но это не особо важная инфа по идее ну слушай день-то на самом деле клонится к закату постепенно на удивление на моё нужно знаете все таки все таки с этой мадам закончить сегодня нет ну мы будем как бы продолжать к ней ходить разумеется но шмотку нужно выбить высокий может быть тогда вот так чего бы нет пока у нас никто не умер на удивление никто не умер и одним из слов которых аномалия фрагмент вселенной послала нам были во вселенной нет такой вещи как случайность ну на самом деле не знаю я думал что сегодняшний день будет на самом деле сложнее даже не то чтобы сложнее а больше напряжение что ли и вот он фрагмент вселенной класса ты отбьет черным уроном скорость работы плюс 5 и вот она фрагмент чего-то очередные шмотки тетные которые нам не пригодятся но выформить которые для коллекции стоит эксперимент первые способность к общению мы заключили что аномалия имеет разум схожий или даже более развитый с человеческим и попытались научить ее с на основом языкам в результате стала возможно простейшая коммуникация при помощи комбинирования слов далее идет часть записи общения с аномалией оу твой вид имеет схожую внешность типа с тобой отрицательно снаружи ребенок смотреть изображение лицо и счастье изменения форма степа вы все разные зачем ты пришла наше знание делиться человек ага почему ты хочешь делиться своими знаниями с нами понимание знание момент сейчас вселенная случайность отрицания нет типа для понимания вселенной далее идут попытки расшифровать результаты общения она сформировала свою форму основываясь на рисунке ребенка она изменила свою форму потому что во время рисования ребенок был счастлив о аномалия прибыла сюда чтобы делиться своими знаниями с нами когда мы полностью усвоим их знания тогда мы поймем их окончательную цель во вселенной нет такой вещи как случайность типа есть какая-то цель но вы узнаете про нее позже эксперимент со смехом после просмотра 30-минутного видео на котором демонстрируется смех аномалия осознала идею смеха после этого когда в камеру содержания входил сотрудник то аномалия временами издавала странный звук во время которого на ее лица появлялось что-то вроде улыбки казалось будто бы аномалия пыталась подражать смеху мне это знаете напоминает как мы вот недавно допроходили дополнение в ем для контрола и там была аномалия такая разумный скафандр который представлял собой инопланетный организм попавший на землю и желающий тоже связаться с человеком и который постепенно научился основам языка и примерно также общался с людьми но это был реально разумный скафандр который искал части себя шлем там и все такое прочее кому интересно посмотрите суши интересная штука на удивление получается главное чтобы эта штука не сбежала я не знаю смогу ли и подавить при случае фрагмент вселенной сбежала от чего так сотрудник то выжил я надеюсь ну да ну да вот этот вау вау у нее пасть раскрылась и она начала звуки издавать о май гад ничего себе но она бьет ауе уроном вау а куда-то вот опасно уже беги-беги на всех парах ну потому что она сейчас как даст вот она дает уже все уходи суши это это просто вот реально изи подавление ну понятное дело а левный сотрудник пришел порешал степ там это ну как бы вообще не серьезно а чего ты вышла то чего тебе не понравилось так давай и продолжим здесь уровень чучика клип от повышается при любой успешно усмиренной аномалии серьезно вот это механика я такого никогда не видел то есть можно управлять клип потом до этой штуки когда сотрудник с уровнем ниже третьего встретиться со сбежавшей аномалией он зайдет с ума и начнет атаковать других сотрудников то же самое произойдет сотрудниками чё психическое здоровье опустится до нуля из-за атаки аномалии то есть она как бы перетягивает их на свою сторону то есть нужно просто микроконтролем заниматься и сотрудниками высокого ранга давить эту штуку окей скорость работы плюс 3 между тем это аномалия была создана на основе идеи спонсора там был баг по-моему я где-то это уже слышал гуманоидное существо экипированная в розовое обмундирование и в уровень интеллекта позволяет ему общаться вербально с человеческими существами она выглядит дружелюбно по крайней мере во время исследования ну заинт она идентифицирует тебя как силы специального назначения из такого-то места и использует в общении мы вместо того чтобы называть себя единолично но постоянно изъявляет желание помогать людям благими намерями вымощена дорога в ад хотя это не совсем то что имеется в виду аудиозапись с первого контакта с аномалии опущена сотрудник сирена говорит у нас же есть такая не я ощущаю угрозу из-за того что вы вооружены и этот розовый цвет сильно мешает мне его не должно быть здесь и она говорит какое ваше мнение о природе человека сотрудник сирена она такая я думаю что это зависит от опыта человека почему вы спрашиваете ну типа каждый ответит по-разному это крайне спорный вопрос это то что мы считаем что мы должны делать если человек самого начала добрый мы защитим его доброе сердце если же человек самого начала плохой мы сделаем его сердце добрым и защитим его ага ай как вы собираетесь это сделать мы можем видеть цвет сердец цвет человеческого сердца розовый нося одежду такого же цвета мы можем вторгаться в человеческий разум мы с радостью замыраем руки ради добросердечных людей а а амон любви погодите вы замараете руки вместо людей это возможно смысле заберете все проблемы на себя так точно прошу прощения из-за того что не доверяла вам это ужасно подозрительно что вы можете видеть цвет человеческих сердец ага если что-то случится просто позовите нас мисс конец записи то есть они если видят розовый цвет сердца то они помогают если черный цвет сердца они такие выдвигаемся народ мы сейчас будем грешки почищать да я правильно понимаем следуя из записи желание аномалии помогать сотрудникам непоколебимая мы еще не смогли выводить всю информацию об этой аномалии возможно просто-напросто просьба помощи поможет нам добыть больше информации однако как и другим аномалиям мы не можем и полностью доверять я предупрежу команду огневой поддержки быть готовой когда я буду делать вид что буду просить о помощи ага то есть это защита имеется ввиду юс ага может быть стоит на базовую информацию накопить хотя бы чтобы посмотреть что это такое интересно слушай мне нравится действительно нравится интересная штука так что здесь есть полностью выработали абсолютно все на верхних этажах и изучили так что можете меня поздравить отчасти отчасти и да сегодня очередной день в которой я вымотан и поэтому вы можете ну наверное это почувствовать или нет как хорошо что у нас ничего не греется прям действительно здорово целеста сентра ну окей значит сирену у нас нету нас ожидает алый полдень ну это как бы симфония гармония кожи это как бы здорово но армия в розовом это как бы здорово но я уже забыл что хотел сказать серьезно всего лишь 1 1 чехи не хватает но мы не успеем до полудня добраться в этот день просто потому что день не настолько слушай офигеть как работает это это прям надо защиту попробовать конечно но слушай это прям нереально здорово пока что армия в розовом я где-то читал что у аномалии меняются названия в зависимости от того насколько серьезно мы эту аномалию исследуем то есть допустим армия в розовом если мы ее либо полностью изучим либо как изменить свое название на армию в черном ты смотри одно розовое сердце на тысячу черных почерневших сердец типа заин но на самом деле это не так бьет белым уроном вся такая милая пушистая это один из тех заинов которые это ловушка шанс успеха плюс 3 что пишет много чего произошло с того момента если подвести итог всей истории это аномалия лучшее что мы вообще имели несколько месяцев назад я попытала удачу попросив помощи о аномалии я использовал их до сих пор и получила помощь примерно столько-то раз моя эффективность в работе стала на порядок больше потому что ты добросердечный человек и с тобой она работает как заин с этого момента просто взгляд на розовый успокаивал меня эти существа справлялись лучше чем любой другой командир аномалия изрядно повысит качество жизни наших сотрудников ты видишь как это хитро она хорошая она милая она розовая на прекрасная армия в розовом но у нее есть подводные камни которые лежат настолько глубоко что сначала и не поймешь очень низкий на инстинкт не стоит а вот понимание обычные то есть вот мы ходим и вполне себе неплохо справляемся надо будет защиту попробовать как-нибудь просто ради интереса блин сходить давайте еще раз сюда сходим хотя бы какая разница целесто справиться по крайней мере должна справиться с этим здесь здесь до исследуем очень уязвимо к бледному уроном шанс успеха плюс 5 но этот эт поэтому мне наплевать что еще понимание символов наряду с языком мы учили аномалию понимать различные символы среди них был символ сердца этот символ вызвал у аномалии явные изменения кто-то показывает изображение символом сердце это символ сердца он означает эмоции что идут от сердца этот символ используется чтобы выразить положительные эмоции или симпатию кому-либо опущено после этого на теле аномалии было замечено несколько напоминающих сердце символов кажется аномалия поняла что этот символ можно использовать качестве символа дружелюбных намерений по отношению к человеку как они эти аномалии похожи армия в розовом и фрагмент вселенной то есть внешне на 90 процентов хороши но последние 10 процентов это подводные камни которые истинные даже не то чтобы на скрытые намерения раскрывает этих аномалий совмещение результатов эксперимента 1 и эксперимента 2 ну то есть общение и смех подтвердила что аномалия не враждебно к людям и желает подружиться и это тоже а вот и песня давида давид был известен своем департаменте из-за своих попыток общения с фрагмента вселенной он был интеллектуалом которому нравилось читать философские труды и наблюдать за звездами ему был интересен фрагмент вселенной с тех пор как он был прикреплен к ней изучал язык и поведение аномалии исключительно в личных интересах и что же стало с ним ему наконец удалось войти во владение фрагмента вселенной было бы но это было очевидно что его слабый разум не сумеет выдержать такой нагрузки да потому что ученые это не особо гибкие люди ну у них именно все подчиняется законом и все дикие вещи они не принимают он был отправлен в психиатрическое отделение и умер от голода пока пел неизвестную песню по этой причине голос аномалии не может быть озвучен на публике аудиозапись эхо во вселенной удалено потому что это неименуемые звуки и вот сама песня документ который мы тоже читали почему ты не сказал мне самого начала что причиной их безумия является аномалия и не знаю появлялась ли какая-либо закономерность но они все показали необычное поведение в один и тот же день ты можешь представить трех пациентов смотрящих прямо на небо со странными выражениями лиц странно вопящих коридоре пока все спят мне было бы трудно убедить других пациентов что они просто тренируются перед предстоящим хэллоуином психиатрическое лечение или лекарства не эффективны идут идут все еще идут это все что они говорят также не произносят слова которых нет ни в едином известном нами языке думаю посылать их в центральную больницу было не самым мудрым решением срочное сообщение доктора алисы в 00 хотя нас вводит их с ума она дает все знания вселенной но некоторые из этих знаний просто но не предназначена для человеческого разума и люди сходят от этого с ума интересно аномалия понимает это или нет вот мне действительно очень интересно по этому поводу что вы думаете потому что мы очень 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 близки к финалу этого дня я сходим еще один раз сюда но по крайней мере эту аномалию довольно просто содержать она не так уж и тяжело сбегает хотя учитывая какой сотрудник сюда ходят это конечно дам опущение опущение допущение получается да неплохо работаем обычный ну то есть как раз для целесты вот видишь армия в черном внезапно изменила свое название низкий не стоит ну короче либо на понимание ходить если не хочу защиты либо на привязанность если я хочу защиту это идеальный формат скорость работы плюс 3 что еще аудиозапись это вот когда она решила запросить вы можете снова это сделать не правда ли до человеческое сердце розовое и мы носим те же цвета прогоним прочь плохие мысли понятно до сих пор она в отличном состоянии мы можем воспользоваться этой аномалии при следующем усмирении а она намного лучше обычных солдат пожалуйста рассмотрите мой просьбу по официальному признанию команды огневой поддержки также отмечу что она стала намного темнее но немного темнее но не думаю что это настолько важно ну да да то есть они алчность и расчетливость учуяли в этом сердце и во всем том что ну в чем мы хотят использовать и поэтому они начали темнеть человеческое сердце должно мы должны очистить даже частичка зла должна будет искоренена она выглядит менее энергичным в отличие от обычного но все пройдет гладко я думаю конец записи да ты что он как только надо дорвется до огромного количества темных сердец она не остановится пока не вычистит все это прямо как у маленького помощника режим чистки отрицательных мыслей всего такого до исследовать мы сегодня не будем просто потому что это олев и одного дня явно недостаточно без особо сильного гринда чтобы с ней разобраться так что оставим это на следующий день я думаю я полагаю мельхиор стал пятого уровня и это первый сотрудник за долгое время который вот это вот я думаю что нужно лопойнт и наконец-то начинать в них потихоньку хотя бы вливать чтобы они повышали свой уровень вот как то так ну слушай это было довольно интересно хоть и немного сумбурно потому что я действительно все это записываю в разные дни но что поделать если это видео вам понравилось само собой ставьте лайк подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы ничего не пропустить вы все это уже прекрасно знаете нам залетайте на стримы или смотрите записи стримов хотя на самом деле теперь все это дело проходит на этом канале мы проходим геншин импак на неопределенный срок но это уже другая история кому это интересно ссылочки на группы вкан или на поддержку канала я думаю вы сможете обнаружить так что вот да увидимся в каком-нибудь другом видео по лоботомке или вообще в принципе другом видео на канале мне будет очень приятно прочитать ваши комментарии под этим видео потому что довольно много всего интересного произошло сегодня да ну и все пока пока до скорого